Проекты, затрагивающие практически все сферы жизнедеятельности, сельское хозяйство, строительство и спорт. На этом форуме Ингушетия планирует подписать 6 инвестиционных соглашений на общую сумму около 9 миллиардов рублей. Также все, кто посетит уголок республики, сможет попробовать на вкус продукцию региона под маркой «Сделано в Ингушетии». Горный мед, яблоки, кондитерские изделия и молочная продукция – это лишь часть того, что представили на форуме местные аграрии. Кроме того, здесь организованы различные дискуссионные площадки. По самым актуальным вопросам и комнатой для переговоров. Рабочая программа форума началась с пленарного заседания на тему инвестиций в Россию, приоритеты региональной политики, которые провел председатель правительства России Дмитрий Медведев. В нем принял участие и Юнусбек Евкуров. Глава правительства в своем выступлении предложил выявить для каждого региона точки роста, исходя из них скорректировать госпрограммы и инвестпланы. У каждого субъекта свои особенности и свои конкурентные преимущества – природные, отраслевые, ресурсные, трудовые, на которых можно и нужно зарабатывать деньги, добавил Дмитрий Медведев. Рекордно низкая для современной России инфляция – порядка 5,4% в 2016 году и 5% по итогам января 2017 года. Напомню, потому что все очень быстро забывается, еще совсем недавно по итогам 2015 года у нас инфляция была почти 13%. И, конечно, абсолютно реальные планы – довести инфляцию до 4% в год. Но мы с вами понимаем, что это значит. Это означает возможность последовательно снижать процентные ставки, сделать кредитные ресурсы гораздо более доступными. Ну а это принципиальный вопрос и для бизнеса, и просто для всех людей наших. Положение на рынке труда – оно стабильное. Мы с безработицей справились. Но сегодня мы должны думать о решении других задач. В наших среднесрочных планах содержится ряд мер по преодолению демографических ограничений, которые могут впоследствии препятствовать развитию нашей страны. Они охватывают практически все сферы – и здравоохранение, и социальную политику, и миграционную политику. Показатели промышленного производства пока, хотя и скромные, около 1% по итогам прошлого года, хотя, в общем, эти показатели в значительной степени соответствуют среднеевропейским, но есть отрасли, и это не может не радовать, которые показывают значительно более высокие результаты. И это не только сырьевой сектор, наконец-то. И в транспортном, и в сельскохозяйственном машиностроении, в некоторых сегментах химической промышленности, в фармацевтике у нас темпы роста, которые измеряются иногда даже двузначными величинами. Также состоялась рабочая встреча главы республики с министром эконом-развития России Максимом Орешкиным. Стороны обсудили вопросы развития региона. Несмотря на достигнутые успехи в социально-экономической сфере за последние несколько лет, есть ряд проблем, решения которых требуют особого внимания и дополнительной помощи федерального центра. А затем настало время оценить потенциал регионального масштаба. Премьер-министр осмотрел стенды, представленные на форуме. Дмитрий Медведев ознакомился с боевой версией аппаратно-программного комплекса МЧС «Безопасный город», открыл виртуальные двери в Краснодарский край, осмотрел макет будущего экспо Тверской области. Большой интерес у председателя правительства вызвал и стенд Северного Кавказа. Здесь он более подробно ознакомился с проектами, которые в скором времени будут реализованы, в том числе и в Ингушетии. Это оптово-складской логистический центр и многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс в Магасе. Дмитрий Медведев отметил, что все проекты интересны и соответствуют пожеланиям жителей региона. Что мы ждем от Сочи, от форума очередного? В первую очередь реализация тех соглашений, тех пунктов соглашений, которые мы сегодня-завтра подпишем, у нас хорошие проекты, в том числе и по агропромышленному сектору, и по строительному сектору. И хороший проект с учетом года экологии по строительству завода твердых бытовых отходов, и наведении порядка с так называемыми дистанционированными спалками и так далее. Это хороший проект, он даст хороший результат. Плюс два проекта, которые дают хороший цикл для общей занятости населения. Это торгово-развлекательные центры, где мы одним из условий для предпринимателей, для инвесторов, ставим, что должна быть хорошая детская площадка, не просто игровая, а развивающая детей с учетом наших определенных технологий и сребований сегодня к ребенку. Одним из таких важных факторов, конечно, общение со своими коллегами, с друзьями, опыт и так далее. В первый же день работы российского форума состоялось подписание взаимовыгодных контрактов. Ингушетия заключила соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Центр природы Кавказа». К реализации проектов центра подключились и другие регионы – Дагестан, Кабудинобалкарская, Карачаево-Черкесской республики, а также Северная Осетия, Чеченская республика и Адыгея. Форум продлится до 28 числа, а это новые соглашения и новые перспективы для развития регионов. Хадия Добреева, Новости 24. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...